Десять утра в Астане. Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Доброе утро. В эти минуты в правительстве началось заседание, на котором подведут итоги реализации госпрограммы развития здравоохранения Денсаулык. Кроме того, на повестке дня результаты работы программы развития агропромышленного комплекса, разработанной до 2021 года. Обсудят сегодня кабинет министров и подготовку к проведению весеннеполевых работ. А по итогам заседания на площадке пресс-центра на вопрос у журналистов ответит министр здравоохранения Елжан Бертанов. Эксперты жилищно-коммунального хозяйства Алматы разъяснили ситуацию с возросшей платой за теплоэлектроэнергию зимнего отопительного сезона этого года. По словам энергетиков, на повышение стоимости тепла на предприятиях и в жилищах алматинцев сыграли несколько факторов. Первое, о чем говорят эксперты. Сильные морозы в январе-феврале увеличили нагрузку на теплоэлектростанции. Чтобы не оставить без тепла горожан, станции повысили температуру отопления на объектах в пределах 30%. В свою очередь, вырос расход потребляемого топлива. Другой вопрос носит субъективный характер и касается учета приборов, следящих за расходом потребления тепловой нагрузки. Установлен прибор учета общедомовой. Понятно, что он же считает столько тепловой энергии, сколько зашло в дом. Сколько дом потребил по температуре, по количеству. А дальше уже ведется расчет по индивидуальным приборам учета, то есть это горячая вода. А отопление считается по потребленным гигакалориям. Сегодня одна гигакалория в Алматы стоит 5 967 тенге. Когда вот эта стоимость в квитанциях прыгает, то в данное время повышается. Это было связано с тем, что были эти морозы. И особенности системы электронной, которая производит расчеты, заключаются в том, что она считает периодом ранее. То есть в марте месяце люди получили за февраль и конец января. Больше 500 человек за неделю получили травмы на скользких улицах Усть-Каменогорска. До 90 пациентов с ушибами и перелобами за сутки поступают в медучреждения города. Травматологические отделения местных больниц переполнены. Подобную обстановку в областном центре спровоцировали дожди и резкое понижение температуры воздуха. На тротуарах образовалась наледь. Между тем, представители коммунальных служб уверяют, что на борьбу с гололидицей каждый день выходят до 100 дорожных рабочих. В Каргандинской области все службы ЧУЭС переведены в режим. В режиме повышенной готовности. Несмотря на то, что объем влагозапасов ниже нормы, регион готовится к паводкам. В Бухаржирауском районе демонтируется автомобильная дорога через НУРУ. Несанкционированный путепровод создает паводкоопасный подпор при подъеме уровня воды в реке. На Самаркандском водохранилище вблизи Тимиртау идет сброс воды. Сейчас здесь 180 миллионов кубов воды, что на 10 миллионов кубометров выше нормы. В Карганде службы ЧУЭС чистят ливневые арыки в частном секторе. Под угрозой подтопления талыми водами 30 частных домов и 10 городских дорог. Созданы мобильные группы. Они проводят сходы с жителями и раздают памятки о своевременном вывозе снега с придомовых территорий. Это привлекли к ответственности. Это порядка 12 человек. Это частные лица и порядка 40 юридических лиц. Малый и средний бизнес. Мы ранее предупреждали, что надо убирать, вывозить снег. У тех, у кого не имеется возможности, мы оказываем помощь, выделяем технику, вывозим снег. Канада переживает миграционный кризис. Только в прошлом году свыше 20 тысяч беженцев незаконно пересекли границу. Большинство нелегалов покидают соседнюю территорию Америки из-за страха депортации в результате ужесточившейся миграционной политики главы Белого дома Дональда Трампа. Беспрецедентная волна мигрантов повлекла за собой сбои в системе по обработке заявлений на предоставление убежища. Правительство уже внесло поправки в бюджет на сумму 170 миллионов канадских долларов для борьбы с нерегулярной миграцией. Деньги пойдут на патрулирование границ, а также обработку заявок. По официальной информации, представители администрации и премьер-министр страны Джастин Атрюдо обсудили проблему с американскими коллегами. Тем не менее, официально Оттава не спешит с обвинениями, после чего не скажешь об общественных организациях. Они требуют увеличить финансирование и совместно координировать действия. Факт в том, что люди пребывают тысячами. Правительству необходимо инвестировать больше денег в безопасность, вместо того, чтобы использовать устаревшие концепции борьбы с данной проблемой. Турецкая армия покинет сирийский город Африн после завершения операции «Оливковая ветвь». Об этом сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздак. По его словам, Анкара не планирует сохранять присутствие в регионе, так как поставленные задачи уже выполнены. Напомним, операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии началась в конце января. Ее цель – разгром отрядов народной самообороны. Вооруженное формирование в Турции это считают крылом рабочей партии Курдистана и называют террористическим. Ну а в Дамаске военную кампанию решительно осудили. По словам сирийских правозащитников, за последние несколько дней Африн покинули свыше 150 тысяч жителей. Цель военной операции достигнута. Мы помешали созданию террористического государства. Угроза безопасности и целостности Турции теперь значительно снижена. Наше присутствие в Сирии непостоянно. Как только регион будет зачищен от террористов, он будет передан настоящим хозяевам. По меньшей мере 17 человек погибли в результате тропического шторма, обрушившегося на Мадагаскар. По данным Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, из-за разгула стихии свыше 6 тысяч местных жителей вынуждены покинуть свои дома. Скорость ветра составила 85 километров в час с порывами до 120 километров в час. Шторм ударил по острову Мононара в 600 километрах к северо-востоку от столицы Антононариву. Напомню, в январе на Мадагаскар обрушился тропический циклон Ава. Тогда погиб 51 человек. В американском штате Аризона произошло ДТП с участием беспилотного автомобиля компании Uber. Машина насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Известно, что на момент аварии в салоне находился водитель, но автомобиль работал в автономном режиме. В связи с инцидентом Uber приостановила испытания беспилотных авто. Представители компании пообещали оказать полиции полное содействие в расследовании ДТП и выразили соболезнования родным и близким погибшей женщины. Это, кстати, первая зафиксированная авария с участием беспилотного автомобиля, которая привела к смертельному исходу. Предварительное расследование показало, что автомобиль двигался со скоростью свыше 60 км в час. За рулем был водитель, но автомобиль находился в беспилотном режиме управления. Пока это все, что мы знаем. Позже станут известны подробности. В прошлом году экспорт молдавских вин в Казахстан составил почти 6 миллионов литров, увеличившись на 30%. Такие данные озвучил генеральный секретарь сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдовы Юрий Ушурелу. По его мнению, на увеличение экспорта этой продукции оказало влияние, созданное два года назад. Национальное агентство винограда и вина Молдовы. Из Кишинева Аида Хадырбай. Только в год винный подземный городок Крикова посещает 70 тысяч туристов из разных стран. Подвал, длина которого достигает 120 км, крупнейший в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2017 году здесь продали 8 миллионов литров вина и почти 600 тысяч бутылок экспортировали в Казахстан. Мы заполняем сейчас 80 километров в этом подземном городе, на котором изготавливаем наилучшие и игристые вина, и тихие вина. На данный момент экспорт Крикова в 33 стран по всему миру. Один из самых больших экспортов – это Казахстан, Китай, Соединенные Штаты Америки, Россия, Украина и Румыния. Посещает нас каждый год около 70 тысяч туристов. В этом году Крикова была выбрана как страна для винного туризма. Со всего мира будем ждать туристов. У нас ожидается около 100 тысяч туристов только в этом году. Мы, в принципе, готовы всех принять. Генеральный секретарь сельского хозяйства Юрию Юширелу рассказывает, толчок к увеличению экспорта дало созданное национальное агентство винограда и вина Молдовы. Благодаря комплексному подходу к винному производству в Европе, да и в мире, все больше стали ценить молдавские вино. Сегодня молдавские виноградники признаны лучшими в Европе. Знаменитые винные подвалы круглый год открыты для посещения. В 2017 году Молдова произвела 8 миллионов гектолитров вина, что на 20% больше, чем годом ранее. В чем заключается суть данного агентства? Это продвижение вина на международных рынках. Два, это отслеживание качества производства, продвижение и развитие новых технологий, и недопущение на рынки некорректных производителей. Винные погребы посещают все президенты, побывавшие в Молдове, включая казахстанского лидера. Из Крикова и особый тегустационный зал «Гагаринский», названный в честь знаменитого гостя. Тут помнят, как легендарный космонавт, выходя из винного подвала, сказал, что с криковскими подвалами расстаться труднее, чем с землей. Аида Кадырбай, Михаил Мишенко, Хабар-24, из Молдовы. Умным городом станет Жанатас в Жамбылской области. Архитекторы разработали концепцию развития его. В ней улучшена социальная инфраструктура, созданы комфортные условия для проживания. Первым делом в Жанатасе намерены заново построить железнодорожные и автовокзалы и оснастить их современным оборудованием. В Моногороде появится дворец молодежи. Работа по внедрению умных технологий ведется полным ходом. На остановках установили информационные стенды с изображением портретов известных писателей. Чтобы ознакомиться с их произведениями, достаточно скачать QR-код на мобильный телефон. Изменения по проекту «Умный город» коснутся уличного освещения, подъездных путей к домам и не только. Автобусные остановки будут освещаться тогда, когда к ним подходят люди. А на мусорных баках установим датчики. При заполнении контейнеров они будут передавать сигнал в ответственные службы. В четвертом и пятом микрорайонах уже ведутся работы по улучшению инфраструктуры. Пять инициатив президента Назарбаева способны изменить всю социальную политику республики. Об этом в Брюсселе заявил депутат Европарламента Андрей Мамыкин. Все эти социальные реформы направлены на повышение уровня жизни, отметил парламентарий. Пять мощнейших инициатив, которые коренным образом должны изменить то, что называется социальная политика. Честно говоря, с большой завистью посмотрел, потому что у нас кредитование и жилища вообще для молодых семей – это проблема номер один. И многие молодые семьи, только созданные, не могут взять кредит, потому что банковские проценты непомерно высоки. То же самое и про остальные инициативы могу сказать. Это все в конце концов приводит к тому, что называется уровень жизни. И этот уровень жизни в Казахстане, он очень поступательно, очень эволюционно, но он растет, он улучшается год от года. Уже летом на мультимедийном портале Ассамблеи народа Казахстана начнут публиковать новости СМИ этнокультурных объединений. Об этом в Алматы на республиканском совещании АНК сообщил заведующий секретариатом организации Леонид Прокопенко. Главной задачей диаспоры и молодежных объединений станет разъяснение положений пяти социальных инициатив, озвученных президентом. Представители экспертного сообщества отметили, что сегодняшний мир многополярен и разрознен. В этих условиях гуманистические принципы и идеалы приобретают особую ценность в развитии мира и согласия. Идеи, которые закреплены в пяти инициативах, отвечают этим задачам и показывают возможности, которые станут доступны каждому казахстанцу. Раскрыть эту тему через информационные каналы – основная задача этнокультурных объединений. Жилье, образование, обучение детей, экономические перспективы, тепло в домах, экология – эти вопросы действительно касаются всех и каждого. Мы на новый уровень выводим этнические СМИ в информационное пространство страны. И это, наверное, очень важно, потому что сейчас весь вектор читательского внимания, читательской аудитории, он же сосредоточен на интернете, на мобильных средствах связи, на смартфонах. И этот шаг, наверное, будет основным вектором, по которому будут развиваться этнические СМИ. В Семее в преддверии Науры застартовала акция «Добрых дел», так в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете решили взять шефство над студентами из Аягоза, чьи семьи пострадали во время недавнего дождевого паводка. Им окажут всяческую материальную поддержку, отметили в руководстве учебного заведения. В университете обучаются четверо студентов из Аягоза. Какие бы трудности ни были, мы должны их преодолеть сообща. В нашем университете обучаются четыре студента, чьи дома пострадали во время паводка. Мы всем им поможем. Оплатим их обучение и переведем на грант. Вдобавок сейчас коллектив и студенты собирают для них материальную помощь. Астана готовится к Наурызу. На этот раз главной городской площадкой праздника весны станет территория выставки Экспо. Жители и гости столицы смогут посетить уникальный этноаул, тематические музеи, юрты и принять участие в национальных играх. Любители зрелища, организаторы приглашают на международный турнир по историческому средневековому бою «Клинок степи». Он пройдет на площади у монумента «Хазак Ели». Здесь также ожидаются театрализованные представления, концерты с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов. Более 300 молодых саженцев высадили в Тарази. На призыв провести акцию «Посади свое дерево» откликнулись студенты. Тую, Харагач, Тополь высадили в двух местах города. Экологическую акцию проводят второй год подряд. Она также пройдет в Южно-Казахстанской и Козлардинской областях. В прошлом году в посадке деревьев приняли участие почти 5 тысяч казахстанцев. По всей стране высадили больше 10 тысяч саженцев. Цель этой акции заключается в том, чтобы каждый казахстан соучаствовал именно в посадке деревьев. Если каждый казахстанец, как наш президент сказал, будет сажать по одному хотя бы дереву, то ежегодно мы можем сажать, посадить 17 миллионов дерева. Эта акция имеет очень большой, глубокий, не только политический, но и социальный смысл для нашего населения. Наурус – это как раз-таки такой праздник, когда начинаются все эти добрые дела. Особенно посадка деревьев, особенно озеленение наших городов и сел. Участники паралимпийских игр в Пхенчхане вернулись домой. В аэропорту Астаны накануне вечером их встречали родные, друзья, коллеги и болельщики. Среди триумфаторов Паралимпиады 2018 Александр Калядин. Он стал лучшим на спринтерской лыжной дистанции в полтора километра классическим стилем. Это золото – первое в истории казахстанского спорта на зимних паралимпийских играх. За медаль лыжник из Костанайской области получит 250 тысяч долларов. И кроме того, ранее Аким области Архимед Мухамбетов заявил, что спортсмен получит квартиру в своем регионе. Александр Калядин уже отметил, что теперь начнет готовиться к следующим играм. Ощущение радости, удовлетворения. В Нижеле была проведена огромная работа. Результаты сами видите положительные. Хотя, конечно, никто на такое, на золото не рассчитывал. Но на медаль были надежды. Я так думаю, что медаль чисто всему народу Казахстана как раз вовремя завоевал подарок. Вот для всех казахстанцев получился вот такой. Всего на зимних паралимпийских играх нашу страну представляли семеро спортсменов. Неплохой результат показал лыжник Александр Герлиц. Он стал четвертым в гонке на 20 километров коньковым ходом. На этом пока все. До скорой встречи. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»